Мы возглашаем сегодня Христос воскресе! Воистину воскресе! Мы поем воскресение Христово! И сегодня ночью, за пасхальным ночным богослужением, словами святого Иоанна Златоустого, мы провозглашали победу жизни над смертью! Мы провозглашали удивительные слова «Где ад твое жало? Где смерть твоя победа? Воскрес Христос, и ни один мертвец не остался в гробе!» А вместе с этим мы видим собственными глазами. Мы, особенно в эти дни локдаунов, слышим страшные вести о том, что смерть все еще косит вокруг нас, что умирают ближние, умирают молодые, умирают дорогие. Где же это благовестие о победе жизни? Но смерть, она ведь тоже бывает разная. Бывает телесная смерть, но бывает смерть еще более страшная – разлука. Разлука окончательная, разлука вечная, непреодолимая разлука. И эта смерть в течение тысячелетий до прихода Христова была опытом всего человечества. Оторвавшись от Бога, потеряв Бога как источник своей жизни, человечество стало не только умирать телом, но стало уходить окончательно, навсегда, от общения с Богом. Умерев без Него, люди оставались мертвыми без Него. Собственно, в наше время мир вновь избирает путь смерти – стать духовно мертвым без Бога. И вот Христос, Сын Божий, Бог живой, пришел на землю. Он жил человеческой жизнью, будучи Богом живым, самой жизнью. Он приобщился всему, что составляло судьбу человека. Он жаждал, был голоден, уставал. Но страшнее всего, в конечном итоге, он приобщился умиранию и смерти. Как Бог, он умереть не мог. Но по любви к нам, он разделил с нами нашу судьбу. По любви. С Богом остался и был отвержен людьми. С людьми не разлучился. И на кресте, именно на кресте, он сказал самые страшные слова истории. «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» И умер. Умер. Сама жизнь умерла. Потух свет, который свет по существу. И вот сошел Христос своей душой в ту бездну Богооставленности, туда, где нет Бога. Когда он вошел в эту страшную область, он с собой, своим божеством, жизнью вечной, светом неумирающим заполнил все. И эта смерть навсегда упразднена этим светом, этим схождением. Теперь мы смерть называем успением, временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну отчаяния и Богооставленности, а к Богу, возлюбившим у нас так, что он Сына Своего Единородного, единственного, возлюбленного Сына дал, чтобы мы поверили в Его любовь. И можем ли мы в этой любви сомневаться? Когда мы видим, знаем, чего эта любовь Богу стоила. Жизнь Христа, смерть Христа, отверженность людьми, отверженность Богом. Ужас Гефсиманского сада, когда он ждал смерти, зная, что его предаст близкий ученик, зная, что через несколько часов Петр, другой его ученик, от него отречется, и что все его оставят умирать в одиночестве. Умирать одному, и этим он нам говорит. Смотрите, и это я на себя принял. Я умер, чтобы вы верили, что вы любимы Богом. И потому, что вы Богом любимы, вы спасены, потому что спасение наше не от нас зависит, а от этого чуда любви. А мы, чем мы можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту любовь принять благоговейно, трепетно, в сердца наши. Мы можем с изумлением предстоять перед этим чудом непобедимой божественной любви. И если мы это поняли, тогда мы можем всю жизнь благодарить. Превратить всю жизнь в благодарение, не по долгу поклоняться Богу, не по необходимости исполнять Его заповеди, а сказать. «Господи, если Ты нас так любишь, то можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому что Твой путь – путь жизни». И всю жизнь, всю безостатка сделать не словом благодарности, не песнью благодарности, а живой благодарностью. Так любить каждого человека, как его возлюбил Бог, любой ценой и до конца. И если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, другим миром. не тем, которым пытаются его сегодня переформатировать. Тогда придет к нам Царство Божие, воскресенье, новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен умереть. Не телесной смертью и не ужасной смертью разлуки, а отказом от искания своего, всего, от себя любия, от гордости, превозношения. Открыться Богу, открыться другим, жить для других. Потому что воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросило с плеч, как старую, ненужную одежду, все временное и тленное. Так будем так жить. И такой мир создавать. И тогда возрадуется о нас Господь. И мы с радостью взглянем Ему и каждому человеку в лицо. И с радостью скажем «Христос воскресе!» Воистину воскресе Христос! С праздником Пасхи Господня! Субтитры создавал DimaTorzok